здравствуйте мы продолжаем двигаться по истории гражданской войны и сегодня поговорим об одном из самых наверное ключевых моментов в этой истории а именно об октябрьском вооруженном восстании а если быть точным о том что произошло после него и сегодня у нас студии замечательный историк егор николаевич яковлев здравствуйте приветствую наконец-то вы нас посетили и мы очень рады вдвойне во первых потому что егор прекрасный специалист по теме истории гражданской войны в россии в частности не только а второе нам постоянно ну не постоянно но часто упоминали что зачем нужен наш цикл когда уже есть цикл егора яковлева но я думаю вы поясните что и при к нашему мнению присоединитесь что нужно углублять дальше изучение истории гражданской войны в россии потому что очень много осталось таких лакун которые еще не освещены даже не только формате ютубовских лекций или бесед но и даже в плане исследований исторических безусловно надо двигаться не только вширь но и вглубь что вы прекрасно и делаете коллеги ну я по мере сил тоже буду этому способствовать хотя и наш цикл мы также будем продолжать сейчас мы сделали небольшой перерыв из-за того что работал над книги война на уничтожение сейчас она закончена и теперь мы также продолжим двигаться у нас там очереди разгром колчака прекрасно уже до может до до этого дошли вот но сегодня мы поговорим не о колчаке поговорим о событиях более раннего периода мы поговорим о выступлении красного керенского которое произошло сразу после увенчавшегося успехом октябрьского вооруженного восстания если позволите я бы начал с краткой характеристики фигуры александра федоровича хиринского потому что в общественном сознании за очень короткий срок он проделал в путь и образ проделал эволюцию от народного вождя до фигуры по почти комической если не полностью комическая и первое что вспоминается нам когда мы сегодня говорим о керенском это то что он бежал из зимнего дворца переодевшись в женское платье в американской машине американского посольства причем да вот это это легенда она была отражена в знаменитой песни из фильма корона российской империи несмотря ваш ролик но и вы наверное обсуждали да там людмила марковна гулченко поет что все керенский перебрался в платье женском мель пардона именно вот но конечно же это не так и конечно же керенский реальный керенский это не совсем тот образ который предстает в советской литературе советской пропаганде керенский был гораздо опаснее гораздо серьезнее чем это может показаться керенский цеплялся за власть до последнего он был готов бороться и на самом деле он демонстрировал в этом невидим его отъезд зимнего дворца с одной стороны можно конечно расценивать его как ошибку потому что керенский был верховным главнокомандующим а зимний дворец был осажденной крепостью и это повлияло например на настроение казаков которые узнав об отъезде главка верха решили тоже и зимнего уйти но с другой стороны сложно понять кто если не керенский мог бы привести войска петроград на разгром большевиков если бы он действительно вернул себе власть то я думаю что отъезд и зимнего никто бы не поставил ему в брюк скорее всего заслугу грамотный вождь вовремя вернулся за подмогой да то есть для политика на самом деле его репутацию объединение определяет результат но вот определяет результат и вот этот побег керенскому знаменитый для современников вот в историческом моменте он отменить не выглядел комическим он выглядел может быть даже и успехом потому что керенский скользнул из рук революции и у него оставался шанс на победу на реставрацию своей власти фактор войска которые идут на петроград в сознании революционеров большевиков был очень важно потому что я не знаю говорили вам об этом или нет но если я повторюсь надо ничего страшного перед октябрьским вооруженным восстанием сформировалось два плана один из них принадлежал льву давидовичу тронскому который возглавил петроградский совет рабочих солдатских депутатов и план этот заключался в том что накануне съезда собрания съезда совет второго съезда совет верные революции войска войска в р.к. петроградского совета должны взять под контроль ключевые точки города телефон телеграф вокзал и мосты дальше собирается съезд советов и вот он объявляет временное правительство незложно но ленин был противником этого плана и его логика заключалась следующим что если ждать пока соберется съезд советов и не брать до этого власть временное правительство просто вызовет верные войска с фронта скорее всего северного как самого ближайшего да и просто не даст съезду собраться воспрепятствует этому созыву и соответственно не появится тот легитимный орган который сможет перехватить власть временного правительства более того в период корневского мятежа собственно план был такой чтобы в петроград ввести как раз таки войска те которые могут переловить всех лидеров оппозиции в первую очередь большевиков благо они находились в петрограде а тут съезд в одном месте совершенно верно более того еще углубляя вашу мысль сошлемся на июльские когда войска с фронта таки пришли и переломили ситуацию в пользу именно временного правительства то есть ленин ориентировался конечно на всю предшествующую историю на историю июля и августа и это угроза на которую он указывал она была совершенно реально то есть то что в конечном итоге за керенского выступила но ничтожные по тем меркам кучка войск до забегая вперед скажем что это было всего 700 кавалеристов 700 казаков которым потом присоединилось еще 200 человек подошедшие начали это было не предрешено и ленин знать этого не мог поэтому как хороший политик он ориентировался на наихудший вариант и пытался ему предотвратить то что вышло так хорошо но если бы у керенского было войск больше петроград революционный оказался к этому готов вот в этом как раз проявилась выдающиеся ленинское мастерство но возвращаясь именно к октябрьскому вооруженному восстанию именно поэтому план ленина отличался от плана труцкого потому что он учитывал возможность прихода войск с фронта план ленина заключался в том чтобы как можно быстрее в первую очередь арестовать временное правительство и решить его от рычагов власти чтобы она уже не смогла управлять армией и фигура керенского здесь была очень важна поскольку он был верховным главнокомандующим то есть не только глава временного правительства он еще и глава армии правда следует учитывать что популярность керенского и я бы сказал даже его легитимность как верховного главнокомандующего резко снизилась керенский стремительно вот начиная с августа и до октября терял свою социальную базу как политик потому что керенский поссорился с офицерством предательством корнилов то есть офицерство восприняло это событие августа как предательство да я не буду сейчас касаться корниловского мятежа потому что я знаю что записывали ролики на эту тему все рассказано для офицеров керенский был предатель и это очень интересно как эту фигуру впоследствии оценивали в эмиграции понятно что для большевиков керенский это был такой недобуржуй вот а вот для правой эмиграции он был недобольшевик то есть он завис между двумя лагерями и каждый из лагерей пытался причислить его к тому противоположному лагеру противоположной группе и это действительно было так потому что с офицерством керенский поссорился предательством корнилова а с рабочими и солдатами он поссорился тем что включил в свой новый состав временного правительства представители крупных буржуазии в первую очередь шла канавалове александре ивановича олигархи российской империи который получил пост вице-премьера то есть это заместить керенских своего за своим заместитель делают одного из крупнейших российских олигархов а портфель министра иностранных дел дает сахарозаводчику тоже очень крупному видному известному человеку михаилу ивановичу терещенко кстати это последующим обладатель самой большой в мире я может быть вам это что-то напомню я единственное позволю себе поправить вас когда вы говорите о том что керенский поссорился с офицерством все-таки надо сказать с контрреволюционно настроенным офицерством потому что и среди офицеров все более более укреплялись те кто сочувствовал большевикам по тем или иным причин я об этом я об этом безусловно скажу но все-таки здесь надо иметь ввиду следующее что в целом конечно офицерство пока что стояла либо на позициях в ожидании либо на позициях прямой контрреволюции вот то того офицерство которое бы заведомо выступил на стороне большевиков его практически в этот момент в петрограде не было и в общем то и на всей территории всей российской империи офицеры большевики или просоветски настроенные офицеры или даже офицеры левой эсеры это были единичные фигуры поэтому контрреволюционные офицеры да остальные это как правило офицеры нейтральны до которые керенскому тоже не испытывали какой-то серьезной симпатии да то есть они скорее были безразличны и хотели держаться в стороне от разгорающегося конфликта боясь что их как щепкой будет туда-сюда болтать и в конце концов разнесет чертовой матери офицерство очень опасалось вот таких людей которые заведомо перешли на сторону большевиков их было очень мало дальше это число будет увеличиваться с каждым днем потому что будет обнародована программа большевиков они заявят себя как реальная власть некоторых офицеров они будут привлекать и персонально с ними работать объясняя кто они такие чего они хотят вот но пока что вот накануне 25 октября семнадцатого года офицеры это все-таки та прослойка которая не находится на стороне большевиков и которая либо напрямую контрреволюционно да и склоняется к корней мужчине либо то офицерство которая ведет себя чрезвычайно пассивно а тех людей которые заведомо встали на сторону революции мы поговорим потому что двое из них сыграют важную роль в выступлении красного керенского в отражении выступление красного керенского а солдатская масса еще что касается солдатской массы солдатская масса керенского также по-прежнему тут разочаровался потому что кто такой солдат на солдат это крестьяне и для крестьян главную роль земля лящих событиях играл фактор земли конечно керенский первоначально она помощь и керенский вступил в партию серв и с керенском связывались надежды на проведение земельной реформы но керенский эту земельную реформу не проводил и постоянно ссылался на то что ее провести может только учредительное собрание это после войны вот а учредительное собрание до постоянно переносилась она постоянно переносилась и вот эти переносы они сформировали у крестьянской солдатской массы ощущение что здесь что-то не так когда же уже то есть и в деревне на самом деле шел черный передел крестьянские самозахвата происходили потому что отсутствие земли для крестьян это страшная вещь на самом деле вот центральная россия научно страдала от крестьянского малоземелья при этом сохранялось помещичьи землевладения крестьянской психологии это было непонятно потому что для крестьяна земля должна принадлежать тому кто на ней работает вот помещение землевладения выглядело как абсолютно тотальное зло то есть вот те рассказы сейчас включаем телевизор смотрим там программы про канал по каналу россии и пока по первому каналу там начинают рассказывать про комбеды про дразверстку большевистскую вот и все это подается как некая чудовищный причем насажденный откуда извне сверху до они из крестьянской массы да но конечно крестьянину кулаку или даже иногда и середнику это не нравилось но все-таки даже комбеды даже правда разверстка не были для крестьянина абсолютным злом потому что они воспринимали это как во-первых временное примету воинных гражданской а во вторых как все-таки зло меньше а вот абсолютным злом было помещичьей землевладения вот и крестьянство для крестьянства сохранение помещичьего землевладения либо выкуп за эту землю был абсолютно неприемлем вот и поэтому крестьянство конечно истосковалась то есть ситуация достигла такой точки кипения когда керенский не осуществляющий вот этой реформы керенский стоящий за продолжение войны пусть и в варианте оборончества да он оставался он становился все более и более неприемлем не крестьянство она разделить тоже разделилась и безусловно солдатство да с вот это солдатская то есть она тоже разделилась но немного иначе значительная часть крестьянство оставалась также пассивный как офицерство выжидая что произойдет и много дезориентированная но большая часть исчисляемая десятками тысячи тысячами человек а она в киринском разочаровалась окончательно вот и вот эта позиция крестьянство она отразилась раздействия петроградского гарнизона во время октябрьской революции потому что там за большевиков вышло ну примерно 20-25 тысяч человек солдат а вот и это было на самом деле не так много если смотреть на весь петроградский гарнизон то есть это было там шестая часть городского гарнизона но за киринского вообще практически никто не вышел по на его стороне было две две с половиной тысячи человек во время октябрьского вооруженного восстания вот а остальные они выжидали то есть они поднеслись происходящее то есть они ждали чего будет а вот когда прошел второй съезд совета и на нем приняли декрет о земле и декрет о мире сразу же тогда тогда вот советская власть она этими мерами сразу создала себе легитимность и вот тогда за большевиками пошло уже гораздо больше народу потому что стало понятно что они не просто там стремятся к власти они сразу взяв эту власть начали выполнять программу то есть стали удовлетворять народничание и на фоне киринского который там все это затягивало ничего не делал они конечно сразу стали выиграть выглядеть выигрышно и это еще раз говорит о политическом мастерстве ли потому что код кельнский мы видим что он пытается лоббировать между народными массами и буржуазии он пытается и этих удовлетворить и с теми не поссориться и союзникам пообещать что-то вот ну а так не бывает до чтобы ты вот провел такую политику которая была бы была бы хороша для все ты поэтому олень который уклад свою политику он в данном случае выиграл он выглядел выигрышно и вот постепенно конечно вот эти меры декретами и декрет земле они сразу перехватили политическую инициативу и сразу создали легитимность советской власти возникает тогда вопрос на что вообще керенский рассчитывал и какая вообще сложилась диспозиция вокруг петрограда с точки зрения какие были контрреволюционные силы и какие силы были за революцию в рассчитывал на две вещи первое на то что придут все таки войска с фронта надеялся получить поддержку от войск северного фронта в первую очередь а если не получится то поддержку из могилева и ставки а в идеологическом смысле он рассчитывал на лозунг учредительного собрания потому что передача власти советом ставила под вопрос созыв учредительного собрания и керенский стремится представить происходящее как узурпацию власти но у него это не получилось но вот расчет был примерно такой и на самом деле не он сам не скажем ленин и троцкий большевики не знали насколько как какую поддержку конкретно получит то есть вот представление о том насколько низко упал рейтинг александра федоровича тогда точных не было вот она выяснилось в процессе событий выпадным путем что его рейтинг упал очень низко удрав из петрограда уехав из петрограда 25 числа утром и оставив временное правительство самостоятельно обороняться против революционных войск керенский первым делом направился в гатчину гатчина была таким своеобразным местом которая как раз отражала эти настроения которых я рассказывал керенский приехал в гатчинские гарнизоны разгар митинга который там шел на митинге говорили александр федорович так послушалась за спин солдат и там говорит что нужно поймать и повесить межзавца керенского то что он не дает землю причем на этом митинге выступали рабочие железнодорожники представители авиашколы и различных артиллерийских полков то есть все как бы слои населения все рода слои населения и рода войск вы выставили но это и понятно потому что все они были объединены своим происхождением преимущественно крестьянским ну либо там были уже рабочие до которые в общем тоже вчерашние крестьяне и для которых проблемы крестьян не были чужими а для проблем рабочих поэтому керенский в гатчине пробыл не более получаса они просто заправились и поехали дальше в город псков где в этот момент находился штаб северного фронта северным фронтом командовал генерал владимир черемисов вот эта фигура не то чтобы загадочная но вызывающие споры есть теория лженаучные они к генеральскому заговоре якобы генералы руководили большевиками организовали октябрьское вооруженное восстание для того чтобы возродить россию в новом хотя хотя и новом обличье но тем не менее сделать россию могучий вот и они были уже тогда связаны с красным имперцем стали на роль этих имперский настроек генералов которые поддерживали тайную связь со сталиным как раз предлагается владимир черемиса по моему эта теория панарина бывшего главы кгб еще объясняет что сталин был якобы сыном проживальского залюбовала царской разведка группа группа историков историков я долго пытался на эти слова историков историков андрей ильич фурсов вот про это рассказывает у меня была на фестивале цифровая история большая лекция я рассказывал об этой концепции на самом деле это конечно не так и вот черемисов он попадает в эту группу в писаниях данных исследователей потому что он не дал киренскому войск для реставрации реставрации его власти ну здесь надо понимать в каком положении находился сам черемисов вообще положение офицера в семнадцатом году вообще после февраля а после корниловского мятежа особенно она была очень непрочным и представление о том что вот генерал приказала все его слушаются но в прошлое генералы полковники кадровые офицеры по сути в этот момент особенно на тех фронтах которые находились близко к столице уже революционизированный они были заложниками солдатской массы а если не заложниками то во всяком случае они вынуждены были с ней считаться и это был тот момент когда впервые в своей истории солдаты вчерашние крестьяне начали участвовать в политической жизни офицеры неожиданно для себя узнать что оказывается у солдат есть какие-то политические интересы вот и офицерство должно было эти политические интересы учитывать и для ведения боевых действий и откровенно говоря скажем прямо в целях выживания потому что скажем явная и четкая последовательная публично выраженная симпатия генералу корнилову могла стоить и как правило стоило жизни в условиях там сентября октября 1917 года поэтому поскольку лозунги масса они в целом были одинаковыми целом были левыми да целом складывались сводились к тому чтобы переделить землю ликвидировать помещичьи землевладения без всякого выкупа и основная солдатская масса склонялась к идеям мира то офицеры в той или иной степени были вынуждены демонстрировать солидарность со своими солдатами причем это началось уже с февраля и дальше только нарастал самый яркий пример это александр васильевич колчак который организует при захоронении останков революционного лейтенанта шмидта и идет за его гробом с красным бантом на груди совершенно верно то есть он демонстрирует что он такой революционные революционные адмирал он демонстрирует уважение к революционному герою он един с матросской массы со всеми братишками идут хранить нашего общего жаль фильме с хабенским этот момент не показал и выселить их вот почему-то фильме не показали а это одна из самых ярких страниц вот этой вот этой вот тенденции и черемису тоже приходилось демонстрировать свою лояльность солдатам и он даже давал деньги на издание солдатской газеты большевистской причем носила большевистский характер отражал большевистские лозунги никуда-то никуда от этого не не деться потому что жить это уже хотелось кроме того черемисова как я уже сказал как кадрового офицера вот смотрите он не корнил его но керенский вызывал у него тотален это вообще ужасный человек для него керенский поэтому черемисов керенского общем-то и не поддержал вот я в том что пока александр федорович ехал во псков там уже начал действовать свой военно-революционный комитет военно-революционный комитет генерала черемисова пригласил на свое заседание и посидев с военно-революционным комитетом генерал черемисов понял как надо себя вести чтобы для него лично все закончилось хорошо ну в общем и теренский тоже он уже опасался к нам приехал псков он прибыл к генералу барановскому и начал зондировать почву генерал барановский у нас тут приказ о вашем аресте от законных властей да как так как я же верховный главнокомандующий спросил керенский что барановскому сказал что вообще-то уже нет вот и все-таки потом этот генерал пошел в штаб и возвратившийся окончательно развеялся надежды александр федорович потому что стало понятно что никуда войска не пойдут и даже черемисов же отдан керенским еще утром приказ о выдвижении войск к петрограду отмене причем в том числе тех войск которые уже успели погрузиться в эшелоны то есть грузиться начал начали части 3 конного корпуса того самого известного корпуса который уже наступал на петроград в августе 1917 года во время карниловского выступления тогда им командовал генерал александр крыма который застрелить поэтому провал своего вот этого тотального права теперь новым командиром 3 конного корпуса стал петр николаевич краснов важная фигура ночи и истории гражданской войны и потом истории великой отечества я бы вообще сказал что как и савенков я об этом говорил неоднократно упоминал в роликах такая пружина всех антисоветских заговоров второй наверное был такой пружинный краснов просто краснову удалось дожить аж до 46 года да и он гораздо более был упорный противник большевиков но они оба были чем-то похожи там еще была яркая фигура такая пружинная то франсис кроме военно-морской этаж и великобритании который большую роль сыграл разжигание гражданской войны вот об этом можно было бы тоже обязательно но давайте от краснов краснов значит краснов конечно тоже не любил киринск герман мягко говоря вызывал отвращение как раз вот по этой причине начнем с того что киринский не воен киринский это как раз такой штатерка главнокомандующий революционного времени и для кадрового офицера он изначально был чужаком и его терпели только потому что он умел разговаривать с солдатской массой уж не случайно называли главноуговаривающей команды он приезжал уговаривал солдат оставаться в окопах идти в атаку не убегать никуда вот но вот это тут здесь появился тот случай то мотивация которая скажется в действиях краснову потом краснов уже тогда был готов хоть чертом но против большевиков для краснов выбрал меньшее зло со своей точки зрения вот и поэтому несмотря на явное нежелание черемисово высылать войска петрограду краснов насквозь страх и риск решил повести части третьего конного корпуса на столицу и помочь вот этому отвратительным мерзком керенскому все-таки вернуться на пост главы временного правительства почему краснов это на это пошел потому что он воспринимал керенского все-таки как переходную фигуру он надеялся что реставрировать керенского он утверждает идею учредительного собрания учредительное собрание она точно уже керенского не выберет большевиков она все-таки выберет какие-то другие более приемлемые фигуры а какие у него были политические на тот момент взгляды кто для него был лучшим главой россии или лучшей силой для россии по краснов краснов был плотью от плоти старого офицерского корпуса как и корнил а офицеры преимущественно были аполитично их воспитывали таким образом что они должны подчиняться его императорскому величеству и тому государственному строю который существует в россии то есть это не его дело что там политики и кстати это также окажет свое влияние на позицию офицерства когда утвердится власть большевиков то есть когда часть офицеров которые увидят что реально большевики укрепились что они легитимны то есть в том смысле что поддерживаются большинством или значительной частью населения на данной территории они будут исходить из того что они служат законной власти в ее лице служит россии вот поэтому для краснова идеальная была конечно он был монархистом для него идеальная власть была монархической и я думаю что он уповал на то что когда закончится война и устаканится свута ситуация как-то откатится назад конечно не фигуре николая второго но кто системе власти которая существовала до распада российской империи краха монархии но вначале диктатура выражаемая в лозунге корнилова вешать вешать и вешать конечно конечно они все были военные они они все были такими правыми в каждом из них сидел пиночет будущий или там генерал франко вот все что мы видели потом там в испании это в латинской америке она вытекла из вот этой линии белого движения племянник краснова хорошую карьеру сделала пиночете совершенно верно совершенно верно и в испании они повоевали тоже не сам краснов его родственники да то есть на стороне франко имеется ввиду то есть вот эта линия она совершенно четко на свою преемственность находит потом в военных диктатурах второй половины до 30-х годов и дальше второй половины двадцатого века ну а пока вот поскольку угрожают большевики пока можно и с керенским пойти но надо сразу сказать что конечно те силы которые были в распоряжении краснова оказались ничтожными то есть третий конный корпус он после корниловского мятежа был разброс по городам и весен большие расстояния вот и в распоряжении петра николаевича было всего-то 700 казаков причем и с этими казаками с этими сотнями тоже все было не так просто потому что краснов их убедил выдвинуться тоже они ехали скорее под лозунгом защита учредительного собрания вот но нельзя сказать что это были такие убежденные монархисты монархисты у казаков своя была линия свой интерес уже тогда да да совершенно верно но основной их интерес в общем-то эти казаки они ничем особенно от всех прочих солдат все же не отличаясь главный интерес был в том что они воевать особенно не хотели и да все висело буквально на волоске краснов их уговорил они выдвинулись вот но дальше ситуация сейчас мы поговорим как развернулась она развернулась не в их пользу и настроение качнулась к идее не воевать а в это время в петрограде что происходит да ленин исходит из того что керенский сейчас вернется там не семью сотнями что он вернется с армии было настроение как будто наступает великая армия надо срочно организовать оборону петрограда и кстати лень был очень недоволен действиями военной организации большевиков николая подвойского антона вовсеенко почему был недоволен что они поздно арестовали временное правительство в частности вот керенский успел ускользнуть и хотя да вот временное правительство было в итоге арестованы но это не по плану ленина ленин то настаивал на то чтобы это произошло раньше даже грозился расстрелять поэтому он приказал поставить ему стол в кабинете подвойского и решил сам заняться организации обороны обороны петрограда но на кого можно было рассчитывать надо сказать что конечно я вот это об этом упоминал и сейчас еще раз на этом с акцентирую что октябрьском вооруженном восстании участвовали далеко не все военные силы которые пребывали в петрограде они заняли такую выжидательную позицию вот и в общем-то и в отражении красного керенского тоже далеко не все но тем не менее удалось собрать силы многократно превосходящие многократно превосходящие наступающие войска то есть это порядка там двадцати тысяч человек по-прежнему на стороне большевиков было кроме того прибывали подкрепление из финляндии рабочие вооруженные тоже разная красная гвардия конечно красная гвардия представляла из себя силу но в основном с точки зрения массы потому что рабочие конечно были не настолько обучены на них надеяться было сложно в плане воинского искусства но тем не менее тем не менее этого как мы уже поняли подавы было подавляющее преимущество более того нашлись и офицеры которые могли взять на себя непосредственно военные команды офицеров таких было два свои услуги большевикам предложил подполковник старой армии михаил муравьев вот вопрос он у нас в литературе фигурирует в качестве члена партии левых эсеров я разговаривал с нашим главным специалистом по истории лево-эсеровской партии ярославом леонтьевым вот он мне сказал что доподлинно неизвестно реально ли вступал муравьев в эту партию может быть он просто себя идентифицировал как левого эсера но так или иначе он себя предложил в качестве военного руководителя и большевики имели нужду в таких людях и вот в одночасье практически 29 уже октября муравьев стал командующим петроградским военным округом впоследствии муравьев проявит себя как отъявленный авантюрист поднимет мятеж знаменитый мятеж муравьева и выступит против советской власти ну и будет очень быстро убить а вот вторая фигура она мне неизвестна но на мой взгляд значит более интересно это павел борисович вальден полковник старой армии про которого нет пока ни одной статьи и это большой недостаток я надеюсь что я напишу потому что я с большим интересным познакомился с делом павла борисовича вальдена и его биография могла бы лечь в основу какого нибудь очень яркого и интересного биографического фильма о событиях революции потому что судьба была извилистой и трагичный но тем не менее яркой и героической вальден был блестящим офицером более того он был участником олимпийских игр 1912 года в сборной россии по стрельбе в его деле очень забавно выглядит в анкете вопрос были ли когда-нибудь за границу он пишет да был один раз в стокгольме 1912 году в составе сборной россии по по стрельбе вот его соратником по сборной был николай панин коломенкин первый русский олимпийский чемпион тоже такая яркая фигура панин коломенкин был фигуристом 1908 году стал первым русским чемпионом олимпиады именно как фигурист а в двенадцатом году он поехал уже как стрелок и стрельбой он занимался гораздо больше после он остался в советском союзе и впоследствии же во время великой отечественной войны был инструктором партизанских отрядов по стрельбе здорово тоже вот такая очень я и такие очень яркие биографии к сожалению неизвестно же панин коломенкин там про него вспоминают фигуристы современные как про спортсмены но вот как про человека сыгравшего роль в обороне родины про него не помню это такие интересные детали вот но дальше в вальдена произошла трагедия потому что вот этот блестящий молодой офицер в 1914 году в ноябре был тяжело ранен был разведчик был тяжело ранен ему ампутировали и на этом его в общем-то военная служба она не закончилась но закончилась служба на войне для любого офицера это огромная трагедия и она конечно его серьезно подкосила и впоследствии уже своих совет в его советских характеристиках будет проглядывать такая черта как очень болезненная реакция на какие-то в общем он очень очень болезненно относился к невостребованности да то есть он вот уже когда он был пожилым человеком уже в сороковых годах его характеристика фиксирует что он если только вот не летними не лежит до от болезни да просто плохо себя чувствует он обязательно приятно занять если вот он может физически да из последних сил он все равно занятие приедет что это его жизнь ему было очень важно чувствовать себя востребованным это вот тут он оказывается молодой человек 30 лет он оказывается не востребован и вот это поразительно что мемуаристы той эпохи они все пишут о нем как пожилом человеке хотя ему 30 лет то есть он уже выглядел и производил впечатление человека пожилого это это очень странно да это очень поразительно вот и он его переводит царскосильский гарнизон где но по сути был завхоз для него жизнь закончилась надежды на карьеру уже нету и так далее и вот он служит и незаметно малозаметно в этом царскосильском гарнизоне но видимо пользуется уважением своих солдат потому что они избирают его командиром то есть тогда уже появилась выборность командиров и они избирают его после 25 октября они избирать его командиром царскосильского гарнизона вот этого одноногого боевого офицера значит он захарактеризовал себя как человек который хорошо относится к солдатам не просто верно совершенно верно вот а сразу после этого его назначают видимо солдатская масса отбегает на пост начальника штаба петроградского то что становится ближайшим соратником муравьев о вальдоне есть несколько воспоминаний все они так или иначе к нему комплементарные оставлены разными людьми которые считались революционерами это троцкий о нем писала не писал федор раскольников известный матрос это кстати тоже кадровый офицер и при этом большевик и комиссар может быть самый важный среди этой троицы человек потому что ближе всего и дольше всего рядом с валяном находился это константин еремень такой очень известный революционер они у меня чуть позже скажут знакомые фамилии да 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 вот и вот валян из человека чья карьера буквально прекратилась чья жизнь закончилась он в одночасье превращается я бы сказал самого важного человека на земле потому что вот для исторического процесса потому что войска керенского и красного идут на петроград и заступить им путь должен вальдон и от его действий зависит там победит октябрьская революции не купить понятно что были другие фигуры которые носить но вот в какой-то на какие-то буквально считанные минуты действия вальдона были настолько важны что от них зависело как пойдет дальше человеческая история вот это поразительная такая попразительная метаморфоза из которой можно было бы сделать конечно прекрасное кино краснов вместе с керенским они минует псков почему это было не так про они же выступали из города острова до такой небольшой город в псковской области значит они минует псков причем это было не так просто потому что в пскове настроение склонялся уже в пользу революции но тем не менее они проехали псков и двинулись к петроград петрограду маршевым порядком или на поезда на поезда вот дальше они прибывают в гатчину и в гатчине там мы помним что там настроение такое против керенского конечно но вот это настроение против керенского с одной стороны она и не было радикально большевистским и это выразилось в том что на сторону красного никто не перешел но и вать воевать это точнее то пишу перешло небольшое качество людей в основном газами школ вот но и воевать с ним никто не стал и там 8 казаков красного взяли в плен 300 тысяч большевизированного измайловского 300 тысяч 300 бойцов из большевизированного измайловского полка 300 тысяч это в три раза больше чем население гатчина современная да 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 ну простить вот то есть и такое было то что воевать никто не хотел и на самом деле для части солдат был очень непонятно в чем разница вот как-то конгресс немцы какие-то вот тут примерно также ленин керенский в чем разница добыла не до конца понятно то есть очень многое зависело агитатор который придет и расскажет что мы вот за это они вот за это поэтому если вы вот за этот вы видите с нами агитаторы появились из той с другой стороны они появились конечно но вот гатчину заняли практически без боя и тут александр федорович приободрился красно в своих воспоминаниях пишет что на утро пришел александр федорович там уже с кем-то двумя прекрасно одетыми дамами завтракает краснов назначил керенский назначил красного командующим армии которая наступает на столицу с точки зрения керенского видимо он думал что это как-то красного воодушевит и откроет ему перспективу все-таки титул спасителя временного правительства спасителя русской демократии даже в некоторых смысле ее отца нету отец этой керенский брат русской демократии это с его точки зрения видимо красного должно было бы одушевить но красного это все могло вызвать такую улыбку потому что он понимал силы не велики но краснов на что краснов то рассчитывал на две вещи рассчитывал во первых что с той стороны там какая-то толпа которую пальцем ткнешь и она разбежится и поэтому боевыми порядками всю эту толпу разгоним а второе рассчитывал что сейчас северного фронта там никто не подошел но может быть подойдут еще из могилевых товари ну в смысле состав какого-то пришлет еще был расчет на то что самом петрограде начнутся выступления да мы до этого дойдем этот расчет был совершенно уверен потому что они действительно начались там произошло восстание комитета защиты родины и свободы план был наступать через буковские высоты где и заняли оборону революционные войска вот для красного конечно там было несколько неприятных сюрприз во-первых он понял что у противника подавляющее численное преимущество просто подавляю во вторых он увидел среди своих противников людей в погонах это как бы ему намекнуло то есть речь не идет о том что он увидел там муравьева или вальдена он увидел каких-то прапорщиков подпоручиков поручиков которые были плотью от плоти солдатской массы там офицера военного времени до выслужившийся из них чинов вот но они тем не менее уже имели боевой опыт и были готовы сражаться он увидел окопы наверно ну конечно безусловно и он также увидел что его казаки начинают пропдать потому что никто не ожидал что такая мощная сила вот завязался бой она у него было преимущество вот посмотрите у красного кавалерия и артиллерии да то есть атака в конном строю против пехоты это серьезное дело особенно если на той стране рабочий рабочих это реально могло напугать вот их и и бомбежка пугал и были случаи оставления позиции с красной стороны достаточно забавные эпизоды на мне сейчас кажется забавными разворачивались потому что муравьев муравьев вальден и еремеев втроем руководят боем этот раз значит рабочие побежали и муравьев с вальденом и мире мил говорят ну это по вашей части поедите от у нас еще пристрелят и еремеев бежит куда вы бежали назад на защиту революции а потом брасном как комиссар как правильно он так и должен куда ну а потом побежали солдаты по вашей части да и риме это уже по вашей доведите разделение военного труда совершенно совершенно верно совершенно верно к тому же вот у красного появился бронепоезд приехал бронепоезд это произвело серьезно а у красных да есть пехота но нет артиллерии и кавалерии и поэтому задача еремеев ездил в петроград и требовал немедленно привести артиллерию потому что иначе беда вот но наконец ее достали на самом на самом деле главный просчет как раз главного поражения красного заключалась в том что это противоборство стало позиционно они несколько раз пытались прорвать фронт и ничего у них не получалось то есть хотя жертвы со стороны красного были ничтожны там в этих атаках погибло всего три человека вот но тем не менее прорвать фронт и пойти дальше на петроград не получилось со стороны красных какие примеры со стороны красных погибло несколько сотен человек судя по всему это из артиллерийского обстрела вот надо понимать что центр позиции занимали рабочие по флангам вальден поставил матросов и солдат пусть и кто имел какой-то могут выучку и боевой опыт он планировал атаковать потом с флангом на по центру стояли рабочие это были действительно не обученные силы вот которые даже не всегда понимали что она пригнуться условно говоря и поэтому они были легкой добычей вот но это было первое эти были были первые успехи вот эти смерти до рабочих во время атаки красного потому что в конечном итоге они расстреляли все снаряды позиции противника не нарушили а подкрепление не подошло и параллельно произошел еще один провал это провал внутри города потому что там произошло восстание комитет освобождения родины и свободы значит руководил этим послом восстанием полковник георгий полковников человек известный из истории октябрьского вооруженного восстания потому что он до середины дня 25 октября был начальником петроградского военного округа которого впоследствии сменили на якобы баграту так вот начальник штаба да дело в том что полковников ну с точки зрения там керенского он вел себя очень двусмысленно и керенский тоже объяснял это какими-то там тайными расчетами почему потому что полковник ввел себя пассивно а полковников ввел себя пассивно с точки зрения керенского и и ближайшего окружения керенского временного противника уже уехал люди которые министры которые находились в зимнем дворце они постоянно от полковникова требовали каких-то активных действий непонятно что он мог сделать фильме ленин в октябре есть эпизод когда скорее всего полковник прототип говорит по телефону что дайте войска чтобы по охранять вас от большевиков я что их с фронта сниму и кидает трубку но пример да примерно так так обс winner полковников на самом деле он пытался кого-то с фронта снизить соева все игнорировали георог от его игнорировали но и полковника вот эта ситуации потому что все хотят жить она же и на полковникова тоже действие встреч он был связан с большевиками даже я такое встречало я такого не встречал на то же измышление нет Полковник, если бы Полковников был связан с большевиками, то вряд ли бы Полковников через пару дней поднял против них восстаний. Я думаю, что здесь дело заключалось в другом, что Полковников просто был деморализован происходящим и реальное какое-то влияние на события оказать не мог. И это доказывается тем, что и Яков Багратуни, который Полковникова также сменил, тоже ничего не сделал. Его переназначили, но Багратуни говорил точно такую же политику. А что они могли? Если их приказам никто не подчиняется. Точно так же можно сказать, что и временное правительство было связано с большевиками, потому что оно в конечном итоге сдалось. Полковников упрекали в том, что он ничего не делал, потому что он хотел свержения временного правительства силами большевиков для последующей, условно говоря, корниловской контрреволюции. Что он был корниловцем, хотел большевиков как марионеток использовать для свержения легитимной демократической власти, а потом придут корниловцы и большевиков прихлопнуть. Но это тоже такое измышление со стороны такой белолиберальной линии, которая была. И СССР тоже про это рассказывал, естественно, сам Керенский об этом говорил. Ну, я думаю, что это всё конспирология такая либеральная, белогвардейская. Но вот конкретно полковник сыграл ведущую роль в этом самом мятеже, то есть проявился как контрреволюционер. Конечно, конечно. Центром мятежа был Михайловский, точнее, инженерный замок. Там располагалось инженерное училище. Но если кто не знает, не только из Петербурга, люди смотрят. Михайловский замок – это резиденция Павла I. Там он был убит 11 марта 1801 года. После этого замок до 1819 года практически пустовал. То есть Александр I переехал сразу же в Зимний дворец назад. И с этого момента Зимний стал постоянной резиденцией династии Романовых. Но в 1819 году по предложению великого князя Николая Павловича, будущего Николая I, в замке разместилось инженерное училище. Зимний замок был переименован в инженерный. И вот именно инженерный замок, где по-прежнему располагалось в 1917 году это училище, и стал центром восстания. А его ударной силой юнкера этого инженерного училища. Полковников, конечно, воспользовался кризисом, который разразился в Петрограде сразу после победы Октябрьского вооруженного восстания. Потому что, не знаю, говорили вы про это, не говорили, но пару слов о политической ситуации скажем. То есть, Октябрьское вооруженное восстание было коалиционным. Власть Советам передавали, в первую очередь, большевики. Они были ударной силой. Но с ними совокупно действовало левое крыло партии эсеров. Партия эсеров еще официально тогда не распалась, но де-факто она уже распалась. Левые эсеры. И даже некоторое время главой военно-революционного комитета формально был левый эсер Павел Лазимир. Потом он вступит в партию большевиков. Но вот тогда, 25 октября, он был еще левым эсер. И анархисты, конечно, тоже. Плюс меньшевики-интернационалисты. Надо сказать, что меньшевики-интернационалисты зачастую считали себя членами общей РСДРП. В тот момент еще. Но, тем не менее, тоже можно их воспринять как такую отдельную силу. И на втором съезде Советов, где, конечно же, присутствовали и представители других партий революционной демократии, меньшевики и эсеры, произошел большой скандал. Потому что меньшевики и особенно эсеры правые, хотя они сами так себя не называли, но не левые эсеры, а центристы и правые, они выступили резко против Октябрьского вооруженного восстания, резко против свержения Временного правительства. И в конечном итоге, после, так сказать, некоторой бурной дискуссии, они покинули съезд и направились в Петербургскую, Петроградскую, городскую думу. Надеясь на то, что сейчас придут войска, и все пойдет по июльскому сценарию, съезд будет разогнан, большевики будут сметены. Но этого не произошло. И более того, Октябрьский Второй Съезд Советов сохранил квору. Поэтому его решения сохраняли свою легитимность. Однако, несмотря на продолжение участия левых эсеров, анархистов и меньшевиков-интернационалистов в работе Второго Съезда Советов, тем не менее, представителей этих партий в правительстве в новом не оказалось. И в первую очередь левых эсеров, которые были реально влиятельными силами. По причине их малочисленности относительно большевиков? Нет. Им большевики предлагали. И хотели, и потом левые эсеры, как вы знаете, войдут в правительство. Но были серьезные психологические и идеологические проблемы, связанные с тем, что революционная демократия привыкла считать себя единым лагерем. С некоторыми серьезными едиными расхождениями, но объединенные против общего врага. И самое главное, что и в массах были популярны не только большевики, но и другие левые партии. И в первую очередь эсеры. Они были очень популярны. И эта популярность потом отразится на результатах победы в учредительное собрание. И поэтому и левые эсеры, и даже часть большевистской партии призывали к созданию не однопартийного правительства, как получилось в итоге, а коалиционного, в которые должны войти не только участники представителей этой коалиции Октябрьского вооруженного восстания, но и представители других партий революционной демократии, то есть и другие эсеры и меньшевики. И идея от так называемого однородного социалистического правительства, она витала в воздухе. И в партии большевиков было несколько раскольников, которые придерживались точно такой же позиции, потому что... Почему они ее придерживались? Они считали, что не получится управлять страной, если мы будем стоять только на большевистской платформе, потому что крестьяне преимущественно за эсеров, часть рабочих за меньшевиков. И, соответственно, мы окажемся в меньшинстве, и нас раздавят. Поэтому надо все-таки как-то согласовать свои позиции. Договариваться. Мы не будем договариваться с кадетами, с октябристами, естественно, с черносотинцами, их повесить только. Но вот со своими... Мы же социалисты. Да, да, со своими социалистами мы должны договариваться. И Владимир Ильич как-то перегнул, слегка перегнул. И вот Лев Каменев, например, находился тогда в оппозиции к Ленину. Анатолий Васильевич Луначарский тоже примыкал к этому движению. Поэтому в городе началось такое бурление некоторое. И вот на этом фоне как раз полковников почувствовал, что можно этим попытаться воспользоваться. И он поднял своих юнкеров. Но он, конечно, свои силы не рассчитал. Потому что, если говорить о пассионарной массе, готовой выйти и подвергнуть свою жизнь и риску, то все-таки большая часть пассионариев находилась именно на стороне большевиков, на стороне Советов. И поэтому мятеж был буквально за сутки разгромлен. Там кое-кого получилось арестовать. Но, тем не менее, в скором времени войска военно-революционного комитета, ну, не штурмом, но, в общем-то, решительно взяли инженерный замок, так и полковник полковников погиб. Мятеж был подавлен. Мятеж был подавлен. И никаких шансов на то, что в столице пройдет повторное выступление, уже не было. То есть, Керенский и Краснов уже и на это рассчитывать не могли. Они не могли рассчитывать на поддержку извне. Потому что там с фронта никто не шел. Постоянно шли переговоры. Постоянно шли переговоры. И, например, были еще надежды, что с румынского фронта там кого-то пошлют. Там очень контрреволюционные были настроения. А тут же и Дроздовский родом. Да, с румынского фронта. Да, действительно, на румынском фронте настроения были очень контрреволюционные. И это связано, в первую очередь, с тем, что это был фронт, который находился на территории другого государства. И до него настроения вот эти еще не докатились. Чем дальше от столиц и от рабочих городов, тем не менее, было революционное настроение в армии. Но, опять же, даже оттуда пришли сообщения, что мы готовы поддержать учредительные собрания, но не готовы воевать за конкретных персоналей. За конкретные персонали. То есть, это явно был выпад в адрес Александра Федоровича Киренского. То есть, его популярность резко упала. А большевики, напомню, что когда они пришли к власти, они не отрицали идею учредительного собрания, наоборот, они форсировали подготовку к учредительному собранию. То, что получилось потом, это тема отдельного разговора. Но вот в политической реальности конца октября 1917 года ни о какой отмене учредительного собрания речи не шло. Наоборот, дело подавалось таким образом, что Киренский постоянно затягивал со своим умыслом каким-то. А мы наоборот учредительное собрание сейчас организуем. Вот, работа закипела. Поэтому первоначально противоречие между советами и будущим учредительным собранием было неочевидно. И многих это успокоило. Учредительное собрание все равно соберется. То есть, частью населения, которое, может быть, и не любило большевиков, тем не менее, их новое правительство, Совнарком, воспринималось по-прежнему как временное, которое просуществует до учредительного собрания, а вот учредительное собрание пройдет и появится новое правительство. Которое как раз-таки форсировано собирают большевики. Большевики, да. Большевики. То есть, потерпим пару месяцев, поживем с этим. То есть, и политически было непонятно вообще, а зачем нам этого красного... Что мы пойдем воевать-то? Ведь учредительное собрание все равно будет. Сейчас, может быть, и создастся однородное социалистическое правительство. Краснов монархиста, а это подарительно. Краснов какой-то, да, офицерёга какой-то. Казаки. А с казаками там тоже вот такое... Значит, у нас представление о контрреволюционном казачестве такое сложилось. Я думаю, Александр Иванович Калпагетти про это подробно рассказывает. Надо понимать, что казаки, как я уже сказал, вот в 17-м году, это тоже люди, страшно уставшие от войны. Они тоже уже ничего не хотят. Они думают, какой Петроград. Они хотят вернуться в свои станицы. На Дон, на самом деле. И Краснов об этом очень деморализованный, честно, напишет Каледин. На Дон, это атаман Каледин, донской атаман, который будет стоять у истоков антибольшевистского сопротивления. На Дону. Но Краснов ему, честно, напишет, что рассчитывать на казаков не стоит. Они о войне, о сопротивлении не думают. Они думают о мирной жизни. Хотят, да. И в конце концов, Краснов оказывается в полном одиночестве. Он расстреливает все свои запасы артиллерийские, и все, у него больше ничего нет. То есть, и казаки начинают роптать. По чему? Ну, то есть, сейчас неожиданно выяснится, что нам придется умирать. За что вообще умирать? Непонятно. Умирать от рук своих. Потому что, да, там, с той стороны-то не казаки, но такие же люди, как и мы. Русские люди. Русские. Ладно бы еще там с немцами, но это же наши русские люди. И вот первый этап... А как же козырь, что это немецкие шпионы? Уже не работало? Конечно, тогда это не имело такого значения. Это для офицера. Это пропаганда, рассчитанная на офицерство в основном тогда. Это отдельный сюжет. А для солдата ему пофиг. Тем более после того, как стало известно про декреты земли. И первый этап революции, он отмечался огромным количеством братаний. То есть, вот когда лагеря еще так жестко не определились, и начинались настоящие брата, которые там чуть позже и произойдут. То есть, вот Краснов понял, что никакого смысла дальше воевать нет. Артиллерия бессильная. Что происходит дальше? Он начинает отступать. Он отступает в Гатчину. Они оставляют Царское село. Отступают в Гатчину. Надеюсь, что все-таки, может быть, кто-нибудь подойдет. Но Александр Федорович Керенский уже понимает, что никто никуда не подойдет. И поэтому он уезжает. Обстоятельства его отъезда, они достаточно туманны. Потому что Краснов в мемуарах писал, что это он ему порекомендовал уехать. Керенский это отрицал. Но так или иначе Керенский удрал. В платье? Нет. Он переоделся в матроса. Матроса? Но это по его мемуарам. Да. Он называется Гатчина его мемуары. Да, вполне возможно. А что происходит дальше? Подходят советские войска. Павел Ефимович Дебенко в качестве переговорщика прибывает к казакам. И он, прибегнув к методам народной дипломатии, немедленно организует братание с казаками. Потому что мы простые люди. На площади перед дворцом, здесь сейчас есть мемориальная табличка, пока не снята. Павел Ефимович Дебенко был фигурой, безусловно, яркой, прекрасный оратор, очень неглупый человек, такой резкий, дерзкий, уверенный в себе. И, конечно, это чувствовали. Это чувствовали. Но вместе с тем он к казакам обращался не как к заклятым врагам. То есть, он не угрожал. Он, наоборот, разговаривал с позицией. А из-за чего же мы воюем? Чего воевать-то? Зачем? И казаки ему сказали, действительно, зачем? А Дебенко стал говорить о том, что у вас же в обозе отвратительные Керенские казаки. А у вас Ленин? Дебенко говорит, так давай же поменяем Керенского на Ленина. Мы вам Ленин, а вы нам Керенского. Дальше все расхохотались, пообнимались. И было принято решение о том, что казаки свободно, без всяких препятствий едут к себе на Дон. Их отпускают. Ну, а, соответственно... На Дон, не на фронт, а на Дон. Дон. О, как хорошо. Все. Уж декрет о мире. Предложили всем воюющим странам начать переговоры о демократическом мире без аннексии и контрибуции. Какой фронт. Все. И казаки с радостью это шокировало. Красно. А Краснов попал в плен. Вот он попал в плен. И он был отпущен, под честное слово, не воевает против советской власти. Тоже, в общем-то, вполне лояльно с ним поступили в этот момент. Ну, вот сложно так говорить о большевиках. Но действительно, господствовали романтические представления. Оказалось, что и не все. Гражданская война закончилась. Ну, там, в Москве в это время происходит достаточно бурные и кровавые события. Эксцесс это скорее, как и в других городах. Триумфальное шествие советской власти начинается. Триумфальное шествие советской власти, безусловно, но в Москве тяжелые бои все-таки. Вот Москва была отдельным городом, и это на самом деле понятно. Потому что Москва была второй столицей, и все контрреволюционные силы, поняв, что они полностью проиграли Петроград, стремились с удвоенной энергией заполучить себе Москву. Этим объясняется ожесточенность боев в Москве, ну а также рядом других факторов. Я, например, отношу это насчет того, что там не было матросов, там не было флота. Мы знаем, что флот был большим, самым пассионарным, ярким участником революции. Но это сложные вопросы, на эту тему отдельно надо разговаривать. Но основная идея была такова, что все, советская власть победила, уже никакого сопротивления не будет, никакой гражданской войны не будет. И для того, чтобы подавить недовольство буржуазии, которая представляет собой абсолютное меньшинство, достаточно будет экономических мер. А там и мировая революция на нас представлена. Да, да, там впереди только хорошее. То есть, была эйфория, было такое воодушевление. Кстати, на Дон отправился Александр Федорович Керенский, которому даже удалось до туда добраться. В костюме казака теперь? Нет, нет, но атаман Каледин с ним работать отказал. Впрочем, Каледину было сложно работать и с Алексеевым, и с Корниловым, потому что Каледин, в свою очередь, зависел от своего окружения, а казачья масса, она первоначально белое движение воспринимала как чужерод. Ну, то есть, белое движение в том смысле, что Корнилова и Алексеева, да, она воспринимала как чужеродные фигуры, которые приехали и сеют тут с нук. Ну, они действительно приехали извне, в отличие от того же Каледину. Вот это говорит нам о том, что на Дону существовало ярко выраженное локальное сознание. Локальное сознание, потому что да, понятно, что все они бывшие русские офицеры Российской империи, но вот в ситуации уже конца 17-го, начала 18-го года и Алексеев, и Корнилов воспринимались на Дону действительно как чужаки, само присутствие которых может втравить Дон в ненужную войну. Ну, это отдельная история. У меня возникло, видите, сказанного два вопроса. Первый вопрос. Насколько вообще то, что произошло между Гатчиной и Петроградом в октябре 17-го года повлияло вообще на становление советской власти, на ее стратегию последующую? И второй вопрос, он понятен. Что дальше с нашими героями произошло? Насколько повлияло? Повлияло, безусловно, в том смысле, что советская власть укрепилась. То есть, молниеносной контрреволюции не произошло, и советская власть смогла начать не только декларировать, но и начать реализацию своей политической программы. Это было очень важно. Ленин и его ближайшее окружение убедились, что существует поддержка массы. То есть, вот то, что за Керенским и Красновым пошло такое минимальное количество войск, говорило о том, что поддержка массы существует, или, во всяком случае, есть желание диалога, есть выжидательная позиция. Позитивный нейтралитет. Да, большевики выиграли время, как минимум, за которое они могли и в конечном итоге и смогли приобрести, расширить свою социальную массу. Политическая победа всегда настраивает в твою пользу пассивных. Потому что, если бы власть большевиков зашаталась, то часть людей, может быть, и примкнула бы Краснову, Керенскому, выступила с оружием в руках против советской власти. Но, поскольку вот эта первая попытка провалилась, стало понятно, что за большевиками сила, и эта часть не выступила. То есть, это, конечно, были очень важные события. Что касается судеб наших героев. Но я прослежу судьбы Краснова и Вальдена, как наиболее интересные для меня. Краснов впоследствии уехал на Дон, где начал воевать против советской власти. То есть, нарушил свое слово. Стал атаманом войска Донского. Ненадолго, правда, срока. В этом качестве он потерпел полное политическое поражение. Краснов ориентировался на Германию. И это, конечно, выглядело со стороны достаточно странно. Потому что белая пропаганда, как вы знаете, начиная еще с середины 1917 года, и потом в течение многих лет рассказывала о большевиках, как о немецких агентах. И тут многие белые в это верили. То есть, мы с вами знаем, что этого не было. Но, опять же, если рассматривать ситуацию в историческом моменте, значительная часть белого офицерства была убеждена, что Ленин получает приказы из Берлина. И тут неожиданно происходит совершенно умопомрачительный кульбит истории. Вроде как мы воюем против немецких шпионов. И вдруг неожиданно выясняется, что атаман Краснов является союзником Кайвера. И получает приказы из Берлина. Он не получает приказы из Берлина, но получает от немцев помощь вооружением, обмундированием, деньгами, пожелания. И это привело к серьезному конфликту между Красновым и Деникиным. Это отдельная страница истории гражданской войны. Потому что для Деникина это был разрыв шаблона. Немцы действительно имели два таких очень позитивных для себя опыта на территории бывшей Российской империи. Три, если считать еще белорусской, вот эту народную республику, о которой часто говорят. Но наиболее яркие, это Донская республика во главе с Красновым, и Украина во главе со Скоропадским. Прибалтика еще тоже позитивный опыт для них. Да, 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 Прибалтика. Ну, сюда можно и Финляндию тоже это зачислить, потому что, конечно, белые финны победили исключительно благодаря дивизии фон Дергольца. И планировали, между прочим, у себя монархию с немецким принцем постановить демократичные финны. Да, да. Ну, вот Краснов и Скоропадский были наиболее яркими такими креатурами немцев. Но ничего не получилось у Краснова, то есть он потерпел поражение, и мы помним, да, что Краснов это именно тот человек, который дважды пытался штурмовать Царицын, когда там находились Сталин и Ворошилов. И вот это вот пример, как-то народные полководцы и вожди сумели кадрового офицера так конкретно побить. Потом Краснов был в Прибалтике, пытался тоже предложить свои услуги, потом отбыл в эмиграцию и в конце концов оказался в нацистском Берлине. Вот в нацистском Берлине, где с восторгом узнал о нападении Германии на нацистской на Советский Союз. И, в общем-то, всю войну Рьяно поддерживал нацистов в этом их чудовищном начинании. Мне кажется, что под конец жизни, конечно, у Петра Николаевича были какие-то серьезные, очень когнитивные искажения, потому что он был готов поверить любой нацистской пропаганде. Любой. То есть, ему дурили голову как последнему дураку. И он в это верил, еще и других убежал. То есть, у нацистов же была четкая установка, что мы не привлекаем белые эмигранты. Если их и привлекать, то на каких-то даже не третистепенных, пятистепенных должностях, типа военных переводчиков, но никакой политической роли они играть не должны. Как только Германия напала на Советский Союз, часть этих правых монархических, черносотенных деятелей она возбудилась и стала предлагать пойти тоже в едином поры. Крестовый поход против большевизма. И Краснову, товарищи из берлинских коридоров власти, объяснили, что ни в коем случае не нужно использовать белых, бывших белых, потому что если мы вас используем, то большевистская пропаганда тут же начнет рассказывать, что вот, смотрите, у них в обозе идут белые, царя, старый офицерский порядок, помещиков, а это повысит сопротивляемость Красной Армии. Логично. И Краснов так и пишет об этом своим соратникам. Я когда об этом прочитал, это очень красноречиво. То есть, они открыто признают, что вот эта пропаганда, она могла бы повысить сопротивляемость Красной Армии. То есть, царь, помещики, старая офицерская муштра, это действительно было реальное зло, раз они так боялись этой пропаганды. И Краснов, который всю дорогу рассказывал о идеальной Российской империи, которую мы потеряли, неожиданно эту пропаганду признает, признает, что действительно вот что-то там было не так, раз возвращение этих старых порядков может повысить боеспособность Красной Армии. Ну, очень любопытен другой момент, когда Краснов напрямую сотрудничает с немцами и с Кайзеровской Германией, и с нацистской, когда Врангеля привозят на британском военном корабле, это единая и неделимая Россия и борцы за нее. Когда Ленин проезжает через Германию в пломбированном вагоне, куда вообще-то никто зайти и выйти не мог, это, конечно, немецкий агент. Все очень логично. Да, ну вот у нас вот Мария Захарова недавно высказалась по поводу... Ну, надо заниматься просвещением, конечно. Вот. И в конечном итоге Краснов оказывается в руках Красной Армии и предстает перед судом. В 1947 году он был повешен как военный преступник. Вот. И эта биография, на самом деле, достаточно известна. Хотя я бы с удовольствием почитал дело Краснова. Не опубликованы его допросы. Да, до сих пор. Это было бы очень интересно. Да, опубликовано только тому. Последнее слово. Я думаю, оно отредактировано. Это не так интересно. А вот то, что он рассказывал, интересно почитать про его конкретное сотрудничество с немцами. Какие там указания они им давали. Там и так далее. Потому что Краснов не мог не понимать, на самом деле, все прозорливые люди, даже антибольшевики, например, Деникин, они понимали, что нацисты идут не создавать какое-то альтернативное русское государство. Они завоевывают территорию и сырье. А Краснов делал вид, что он этого не понимал. Ну, в общем, вот Господь с ним, с Красновым. Вот параллельно развивалась жизнь Павла Борисовича Вальдена. Прекрасная, очень достойная жизнь. Потому что он стал героем труда. Он занимался преподаванием. Конечно, он не мог уже служить на фронте, но он стал одним из тех офицеров, которые создавали новую Красную Армию. Красную Армию уже после Гражданской войны. Красную Армию. Ту Красную Армию, которую возьмет Берлин. Он был одним из создателей бронетанковых войск. И в его наградных документах говорится, что все наставления и учебники по огневому бою написаны товарищем Вальденом либо его учениками. Он был действительно ярким педагогом, преподавателем, военным ученым. Очень много написал. Ну вот так случилось, что у него не было детей. Потом и жена его умерла. Он был одиноким человеком. И вся жизнь для него это было его преподаванием. Вот он всю жизнь свою после революции потратил на то, чтобы воспитать солдат и офицеров Великой Отечественной, по сути. Вот. И был награжден каскадом орденов. Стал генерал-майором уже советской армии. И очень уважаемым человеком. Некоторые страницы из его характеристик читать довольно грустно, потому что, ну понятно, что он очень много болел и, видимо, переживал. Во многих из документах говорится, что после войны уже, когда армию демобилизовали, обсуждался вопрос, не нужно ли его отправить в отставку. Собирались отправить в отставку. Но потом все-таки решили еще оставить. Потому что, видимо, потому что я этого не знаю. Потому что было понятно, что если его отправить в отставку, то жизнь для него закончится. Он по-прежнему оставался очень нужным человеком. Он остался очень нужным человеком, конечно, потому что все характеристики отмечают, что он пользуется огромной популярностью, как педагог, огромным уважением, что все занятия он проводит очень интересно, и что молодые бойцы стремятся с ним посоветоваться или еще дополнительно поговорить. Вот такие интересные штрихи. То есть он отдавался этому делу полностью. Еще одна деталь. Вот это то, что даже если он болел, он все равно приезжал на работу. То есть препятствие к приезду на работу, к проведению занятий могло стать только такая болезнь, при которой он не мог подняться с постели. А во всех прочих случаях он приезжал к курсантам и с ними занимался. То есть это была, безусловно, была его жизнь. Вот такая вот очень достойная судьба. К сожалению, Павел Борисович как-то подзабыт, хотя это яркая фигура. Причем очень интересно, если вы наберете в Гугле или Яндексе фамилию Вальден, вам выпадет два Вальдена. Вот Павел Борисович и знаменитый немецкий химин 20 века Пауль Вальден, один из самых известных людей. Но он, например, в Википедии не знает, что они родственники, потому что Пауль Вальден это дядя родной Павла Борисовича. Пауль Вальден выехал, был тоже уроженцем в Российской империи, и он выехал после революции в Германию. Я об этом узнал из дела Вальдена. Он везде пишет, что там есть вопрос, как вы понимаете, есть ли родственники за границей. А у Павла Борисовича родственник был не просто за границей, а в Германии, которая стала нацистской, конечно. Еще и химик. Да, и он был химиком, конечно, военным ученым. Но, тем не менее, при этом Вальден Пауль, он был иностранным членом Советской Академии Наук. В 1928 году, по-моему, его избрали иностранным членом. И Вальден везде подчеркивает, что мой дядя выехал с разрешения советского правительства. Все претензии к нему. Да, да. Ну, это, конечно, его очень уважали, и во всех анкетах подчеркивается, что он, употребляется еще старая форма, дрался с Красновым на Пулковских высотах. То есть, это сыграло большую роль. Как интересно, две биографии сошлись в одной точке под Петроградом в октябре 1917-го, потом разошлись, и... Ну, я думаю, что и они снова сошлись, потому что идейно, конечно, они продолжали друг другу противостоять. И, грубо говоря, там ученики Вальдена нанесли поражение единомышленникам и товарищам Краснову уже на фронтах Великой Отечественной. Вторая встреча. Вот это... В том числе под Ленинградом на тех же местах. Да, в том числе под Ленинградом на тех же местах. Поэтому, если выпадает возможность, я всегда стараюсь там читателям, зрителям о Вальдене напомнить, потому что человек забытый, и забытый не заслужен. Вот, если вдруг нас смотрят танкисты какие-то, они, наверное, наверняка знают это имя. Вот, уважаемые наши танкисты, это человек, который сыграл огромную роль в создании наших танковых войск, вот, и который... которому надо отвесить низкий поклон на землю. Потому что, конечно, это пример самоотверженного служения своему народу. И вот, когда мы с вами говорили о том, что его избрали командиром царско-сельского гарнизона, мы совершенно правильно отметили, что это означает его особое человечное отношение к солдатам. Потому что Вальден в этот момент, конечно, никаким большевиком не был. Он, скорее, как и все, как и значительная часть офицеров, только-только начинал разбираться в политической ситуации. Вот. Но именно, я вот мое глубокое убеждение, что очень многих офицеров старой царской армии затащила в условные там большевики, да, советские деятельности, именно солдатская масса. Потому что, обнаружив, что у солдат есть свои политические интересы, чаяния, офицеры начинали этим проникаться. Вот. И когда отношения между ними выстраивались, то, соответственно, солдаты очень часто избирали вот этот период офицеров своими командирами, тех, кому они доверяли. Это, например, путь, которым проследовал Шапошников, Борис Михайлович, будущий маршал Советского Союза. Вот. Ну, вот и Вальден тоже прошел этим путем, и это большая, достойная, красивая судьба у него. Большое спасибо. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Сегодня мы поговорили про важную веху в истории гражданской войны, ключевую, как впервые отразили контрреволюционное наступление на Петроград, который известен под названием «Мятеж Краснова». Но я думаю, Егор Николаевич нас будет посещать. И далее. Завидите, с удовольствием. Мы тут пообсуждали несколько тем возможных. Поверьте, будет очень интересно. Да, вот, ну, можно проанонсировать. Я, чтобы не пересекаться со своим циклом «Настоящая игра престолов», предложил коллегам рассказать о правомонархической эмиграции в 20-е и 30-е годы. Хотя это уже не гражданская война в прямом смысле слова. Но в голове у этих людей гражданская война продолжалась. И они активно ее ввели, интригуя и прямо действуя против советской власти. Обязательно об этом поговорим. Продолжайте следить за роликами нашего проекта «История гражданской войны». Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова